Дом Российского Исторического Общества Под историческим просвещением в документе понимается распространение в обществе научно обоснованных и достоверных исторических знаний. Полагаю, что наш флагманский проект «Диктант Победы» в полной мере соответствует этому подходу. Благодаря «Диктанту» уже удалось вовлечь в изучение истории самый широкий круг наших граждан и соотечественников, сформировать своего рода традицию ежегодной проверки знаний о событиях Великой Отечественной войны. Шестой «Диктант Победы» состоялся в конце апреля на региональных площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте «Диктант Победы РФ». Всего в «Диктанте» 25 вопросов, среди которых 20 по общей военно-исторической тематике и 5 по региональной. Они составлены при участии профессиональных экспертов, историков российского исторического общества. За эти годы акция стала массовой, международной. Цифры об этом говорят сами за себя. В 2023 году «Диктант» прошел в 46 государствах и во всех 89 субъектах. Для желающих было открыто более 21,5 тысяч региональных площадок. И за рубежом мощный «Диктант» писало 923 тысячи человек. Примерно столько же прошли «Диктант» на нашем сайте, в версии онлайн «Диктант Победы.РФ». За рубежом было создано более 200 площадок. А вот уже в текущем 2024 году почти 28 тысяч площадок было создано. Естественно, все 89 регионов, но уже государств стало больше. 61 страна присоединилась к нашей акции. Почти 230 площадок для иностранных участников «Диктанта» было открыто. Говорили на заседании о сохранении объектов культурного наследия. Так Сергей Нарышкин отметил необходимость совместной работы всех заинтересованных ведомств в целях реализации поручения президента. Правительству Российской Федерации совместно с обеими палатами федерального собрания также поручено провести анализ законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия народов России. По его результатам в законодательство могут быть внесены изменения, призванные исключить избыточные требования к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и к их вовлечению в хозяйственный оборот. Полагаю, что и в части совершенствования нормативно-правой базы наш партийный проект может сыграть полезную роль. Кроме того, Сергей Нарышкин подчеркнул, что ведется работа по восстановлению памятников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и эта задача является приоритетной. Эта работа ведется по линии российско-исторического и российского военно-исторического общества. Напомню, что уже этой осенью по инициативе РИО в Ростове-на-Дону состоится первый съезд музейных работников Новороссии. Нашему партийному проекту важно сохранять фокусировку на восстановлении мемориальной инфраструктуры Новороссии и Донбасса, выстраивать там системную и грамотную историко-просветительскую работу. Еще одна важная тема встречи – создание единой методологии преподавания истории, начиная с дошкольных образовательных организаций и заканчивая уровнем высшего образования. Принципиально важно, что эти изменения действительно были качественными, повышали бы уровень исторических знаний молодых людей. Завершается работа над новым учебником истории для студентов, который будет внедряться в образовательный процесс уже с 1 сентября этого года. Одновременно с этим идет работа и над новой линейкой школьных учебников для 5-9 классов. Помимо подведения итогов и обсуждения планов работы на 2024-2025 годы была проведена плановая ротация. В состав общественного совета был введен заместитель министра культуры Владимир Осенцев. Служба информации фонда «История Отечества». Служба информации фонда «История Отечества»